Угличане, Ирландцы, шотландцы, они, в общем-то, переезжая на другое место, они легче там адаптировались и находили в другую среду. Это исторически известно, это не подтверждено документально. Такое явление, как ностальгия, это чисто российское явление, достаточно странное и, в общем-то, тяжелое явление. И основная масса русских всегда мечтала. Ну, русских я имею в виду российских. Прекрасно понимаете, что я здесь не беру только русский относ, я беру россиян. Уезжая, в общем-то, мечтали, чтобы их похоронили, опять же, на родину. Этот парадокс, который, в общем-то, может быть, изучать следует, я не знаю. Но я, в общем-то, различала действительно процесс, который происходит сегодня. Потому что говорить о том, что какие-то политические причины, как там в 17-м году, в общем-то, они сейчас, ну, я не хочу сказать, что их нет, как Семен Александр говорит. Они есть, но они несколько иные, потому что голода нет, репрессий нет. Тот, кто не согласен с политическим режимом, его никто не высылает. У нас даже определение гражданства, в общем-то, изменилось, чем было при советской власти. При советской власти юридическое определение гражданства было это политико-правовая связь личности и государства. А сейчас у нас правовая связь, то есть политико-правовая связь, то есть политико-правовая связь, да, если при советской власти ты был инакомыслящий, ну, вот и в лучшем случае, если тебя к стенке не поставили, значит, выезжай, как Ростропович, как Вишневская, как и других людей. А вот сегодня даже, в общем-то, люди инакомыслящие могут совершенно спокойно ходить, везде здесь ниши. Мы говорили с вами на прошлой встрече об этом. Волотные, пожалуйста, на здоровье полотируйте президенты, отправьте партии. Ну, естественно, если только вы не выступаете там с экстремистскими, какими-то террористическими методами против существующего режима. Вот, поэтому сегодня несколько иные. Сегодня скорее переходит вот этот вот вектор, он скорее больше в экономическую сторону. Я бы, может быть, сказала сегодня даже супер-колбасная вот эта вот эмиграция. Потому что, действительно, если сравнить с 80-ми, с 90-ми, с начала 90-х годов, вот то, что было у нас в стране, ну, тогда, может быть, действительно хотелось закрыть глаза и куда-то бежать. А в настоящее время мы видим, что и обратные потоки начались, пока они единичные, пока они не массовые. Вот, но у меня очень много знакомых в окружении. Я даже не беру тех великих людей, таких, там, Роднина, например, которая вернулась к нам, да, и ряд других, можно сейчас фамилии называть. Вот, даже вот среди его окружения очень много людей вернулось. И вернулось, почему? Потому что там они себя найти не смогли. Вот. Ни как специалисты, ни как личности, ни как представитель какого-то определенного культурного слоя. Вот. Поэтому различать надо очень сильно. Вот эти вот периоды эмиграции, причины эмиграции. А если говорить о морально-этической стороне, ну, у нас тяжелее всегда от мест бывает. Наши люди, вот, когда читаешь мемуары, когда читаешь интервью, когда смотришь фильмы, которые сняты, когда читаешь те произведения, которые наши великие представители вот за рубежом писали, они все проникнуты вот этой вот ностальгической ноткой. И, в общем-то, даже никогда не приемлют режим, тем не менее, страну, культуру, народ, историю, все равно воспринимает несколько кульонов.